Доброе утро! Сдается мне, что никто не хочет быть или выглядеть дураком, глупцом в глазах других людей. Все хотят выглядеть умными, разумными, здравомыслящими людьми. Но, к сожалению, как показывает жизнь, это не так. И есть в нашем деле, в нашей теме, в нашем бизнесе сетевом такое узкое место, на котором глупое поведение проявляется особенно явственно. Дурацкое, неразумное, не то что мудрое, а просто дурацкое, идиотское поведение. Поведение человека, которого можно смело называть болван. Как это не обидно звучит. Да расскажу историю, чтобы вам было понятно. За долгие годы работы в этой индустрии, человек неизбежно, обязательно столкнется, а я как раз вот такой человек, столкнется вот с какой вещью. Начинают некоторые дистрибьюторы делить людей. Один считает, что этот кандидат должен пойти в его организацию, под него, а другой считает, что под него. Я ему первый раз сказал, это мой человек, зачем ты его трогаешь? И начинается коллизия. И у меня было много раз так. Потому что это неизбежно, люди, это рабочное дело. И чем больше я работал, тем все больше и больше опыта было на эту тему. И мне приходилось отстаивать свои явные интересы, что вот я сейчас с человеком работал, а его кто-то переподписал. Или вдруг у меня увели дистрибьюторы, или вдруг еще что-то произошло. И я все пытался восстановить справедливость, а потом как-то боролся, а потом понял, что иногда приходилось мне сталкиваться с... наши интересы мои пересекались с человеком, которого я глубоко уважал. И мы смотрели друг на друга и говорили, ну что теперь поделаешь, ну так получилось. Давай как-то решить. И я принимал решение в пользу моего товарища. Ладно, забирай себе этого человека. И это пошло у меня в практику. И мне становилось легко. Я всегда знал, что я еще подпишу. Это раз. А во-вторых, я заметил, что человек, за которого дерутся, человек, на котором скрещивают шпаги два сетевика, доказывая свои права на то, чтобы он работал в их организации, каждый, как правило, по моим наблюдениям, этот человек ценным для бизнеса не становился. Он или вообще выходил из бизнеса, или не работал толком. То есть овчина выделки не стоила, сказал я себе. И никогда больше уже не спорил. Если только вот какой-то намек на то, что вот сейчас может возникнуть какая-то коллизия, и кто-то хочет забрать моего человека, или там покушаться на мои права, что этот партнер должен войти в мой бизнес. Я сразу говорю, все, окей, если ты претендуешь, забирай. Без разговоров. И раз и навсегда этот вопрос был решен. Особенно после того, когда я работал в Киеве, в чужой организации, я приехал в Киев работать, строить бизнес из Севастополя, и мне посоветовали влиться там в какую-то организацию, чужую для меня, там хорошие были презентации, хороший зал они снимали, все бурно развивалось, и я пришел туда, и приводил туда на презентацию своих людей, и участвовал в тренингах, в школах. Ну, короче говоря, потом стал там выступать, мне давали какую-то часть, и в общем мы так коллективно, дружно работали. И там было несколько лидеров, таких серьезных людей, и в какой-то момент на лидерском собрании, значит, таком, где собирают там людей в статусе. Значит, я услышал такую, ну, короче говоря, скандал. Женщина, дистрибьютор там в статусе, в таком высоком, обвиняла другого человека из параллельной организации, что он переподписал у нее там какого-то кандидата, значит, в свою организацию. Тот пришел на презентацию к ней, а этот с ней поговорил, и она перешла туда, они там оказались. А тот говорит, да это моя знакомая, я с ней раньше говорил. Ну, и, короче, началась схватка из-за этой тети. И вылилось это в конечном итоге. Никто не хотел уступать. У каждого были свои права. И так послушаешь каждого, и действительно эта женщина приводит аргументы, ясно, что это, конечно, ее кандидат. А тот человек приводит свои аргументы, думаешь, может быть, действительно этого. И вот они рубились из-за этой тетки насмерть и день, и два, и три. И, значит, одна там психанула, настроила. И самое страшное, что на школах, которые раньше проходили весело, дружно, там обучали дистрибьюторов, люди стали размежевываться. Одна часть пошла за этими, другая часть за этими. И не было такого лидера, который бы, поскольку это была объединенная такая команда из разных организаций, и не было такого лидера, который мог бы сцементироваться, пресечь это и каким-то образом удержать. И начался разлад. Разделилась на две группы, сочувствующие в одну сторону, сочувствующие в другую сторону, обвиняют друг друга, перекинулась уже на работу, на презентацию, кто как проводит, а кто что говорит, а ты вообще, а ты сам, и понеслось. И, короче говоря, хорошая такая была команда, хорошее такое было место, классное, и я был вынужден уйти, потому что там все рассыпалось. И люди стали выходить, новички, дистрибьюторы, не до них уже было. Там просто вот уже закусили у дела, вот уже доказывают свою правду, уже ничего не интересует, уже бизнес забыт, надо вот сумасшествие. На самом деле, это, конечно, дьявольские происки, безусловно, разрушили там все. И я понял, что самый выгодный путь, это немедленно согласиться с тем, что человек, если вот поговорил нормально с человеком, объяснил свои доводы, что ты вот поступал честно, что ты никого не переподписывал, не покушался на чужих людей, и ты, значит, вот какие-то аргументы привел, если человек не принимает, если он идет в конфронтацию, если он бьется до конца, до крови, если он, лучше отстать, отойти, и забыть, и двигаться дальше. За это время можно подписать 10 других, чем в судорогах биться. Потом со временем биться в свои так называемые мнимые права и потерять все вообще, войти в раж, и, короче говоря, вот я надеюсь, вы меня поняли. А потом, со временем я стал понимать, что я оказался вот чисто так интуитивно, на практике, из опыта, я понял, что я действую правильно, что это самый выгодный путь отстать от ссоры и не разжигать эту ссору. Потом я узнал, что обида это одно из самых разрушающих таких чувств, эмоций, обида. Потом я узнал, что онкологические центры это центры обиженных людей. Как правило, там концентрируются люди, которые затаили глубокую обиду на кого-то. И вот это разрушает тело, это разрушает душу, это разрушает дух. Короче говоря, ссора, это, а тем более на почве бизнеса, когда ты работаешь с людьми, это катастрофа. Поэтому, если ты видишь человека, который, закусив у дела, с пеной у рта, продолжает доказывать свои права на какого-то человека, знай, у этого борца за идею, за справедливость, у него не все в порядке с головой. Он не знает законов. Он разрушает сам себя. Сам себя. И потом уже, когда я стал верующим человеком, я стал находить в Библии подтверждение этому. И сейчас я хочу просто, я сегодня специально полистал Библию, притчи на этот счет, и нашел. Смотрите, смотрите, что я нашел. В третьей главе притч написано, не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не сбирай ни одного из путей его. если у тебя уводят человека, ведут себя нагло, по-хамски, не вступай с ним в борьбу и не поступай так же. Или вот еще. Начало ссоры, как прорыв воды, остав ссору прежде, нежели разгорелась она. Стоит только начать. Разумный выдержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. Боже, что говорят люди, близкие, друзья, которые вчера вместе в обнимку говорили, как им все тут нравится, мы одна команда, и вдруг начинает выливать на себя разумный выдержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. Ну, естественно, наоборот. Балда не выдержан в словах своих, и глупец горять, вспыльчив, и из уст его выскакивает. Такие слова, которые режут, как мечом. Не врачуют, однозначно. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры, подобные запорам замка. Если у тебя ссора с кем-то, то человек, с которым ты ссоришься, он становится как неприступным. Озлобливается, и ссора, подобная запору замка. Благоразумие делает человека медленным на гнев. И слова для него, и слава для него, быть снисходительным проступком. Вот как надо поступать. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него, быть снисходительным проступком. Даже если есть какие-то там элементы несправедливости по отношению к тебе, даже если человек что-то там, ну, сделал, благоразумнее отстать от ссоры, быть снисходительным проступком, не вступать в борьбу, не разжигать этот огонь, потому что стоит только начать. Это будет ссора, как прорыв воды. Лучше не допустить, чтобы она разгорелась. Вот еще написано, притча в 20 главе, третий стих. Честь для человека отстать от ссоры. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Вот он тешит свое эго, вот он начнет, вот скачет, вот он находит слова побольнее уязвить. Глупец, болван, извиняюсь, всякий глупец задорен. Ну а нам написано, если мы мудрые люди, если мы претендуем на то, чтобы приобретать мудрость, разум и становиться все умнее и достойней, не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Вот как нужно действовать. Ну и в конечном итоге, вот в послании кремлянам написано, в 12 главе написано, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Когда по отношению к тебе кто-то действует неправедно, демонстрирует и проявляет зло, не действуй так же в ответ. Побеждай это зло добром. это тебе выгоднее. Это каждому из нас выгоднее. А для нас, сетевиков, людей, работающих исключительно с людьми, исключительно в коллективе или исключительно в команде, стоит только трещину допустить. Стоит только на этой плотине капельку для ссоры пропустить воды. как хлынет поток и потом хрен остановишь. Поэтому моя рекомендация всем, кто начинает и кто опыт имеет, неизбежно возникнут конфликты на почве того, чей это человек. Я ему сказал, ты сказала, я говорил, а он мой, а он мой знаком, а я вчера, а я позавчера и у каждого своя правда, у одного очевидно и у другого сомнительная. Лучше всего, правильнее всего, мудрее всего отстать от ссоры и сказать, окей, ни на что не претендуй, пусть сам человек решит, если захочет, я, пожалуйста. Это приносит гораздо больше пользы, чем битва насмерть и разрушение всех отношений. Тем более, запомните мой опыт, что человек, из-за которого вдруг двое схлестнулись, он почему-то потом не работает. Подумайте. Я желаю вам удачи.